Добрый день! Сегодня мы поговорим немного о сложной химии с точки зрения математики. Многие задачи в химии выглядят как простые задачки за 4 или 6 класс по арифметике, когда нужно просто посчитать элементарные вещи. Задача по химии может выглядеть таким образом. Вычислить массовую долю кислорода в фосфате натрия. Для многих людей это вызывает осложнение. То есть, что такое фосфат? Хорошо, когда есть формула. Но в целом эта задача выглядит не сложнее, чем представленная задача номер один. В магазин привезли яблоки, 3 мешка красных яблок по 23 килограмма, 1 мешок желтых яблок на 31 килограмм и 4 мешка зеленых яблок массой по 16 килограммов. И необходимо вычислить массу всех яблок в этой задаче и сколько процентов составляют зеленые яблоки. Я думаю, что для многих эта задача выглядит достаточно понятно. Первое, что мы делаем, это вычисляем массу всех яблок. Соответственно, 3 мешка по 23 килограмма плюс 1 мешок по 31 килограмму и 4 мешка по 16 килограммов. Это у нас получается 69 плюс 31 и плюс 64, 164 килограмма. Для того, чтобы найти, сколько процентов составляют зеленые яблоки, мы должны массу зеленых яблок поделить на массу всех яблок. В химии это обозначается массовой долей. Масса зеленых яблок мы делим на массу всех яблок. Масса зеленых яблок 4 на 16, потому что 4 мешка, каждый мешок по 16 килограммов. И мы делим это на 164 килограмма. Получаем ответ 0,39 и это соответствует 39%. То есть вот наши ответы общая масса и массовая доля или количество в процентах. Теперь задача по химии вычислить массовую долю кислорода фосфата натрия. Первое, что мы должны сделать, это найти малярную массу всего фосфата натрия. Для этого нам понадобятся массы соответствующих элементов. Они спрятаны у нас в таблице Менделеева или в периодической таблице, как это называют. Масса натрия 23 грамм на моль. Масса фосфора 31 грамм на моль. И масса кислорода у нас 16 грамм на моль. То есть малярная масса взята из таблицы Менделеева. Там все подписано. Теперь находим общую малярную массу всего соединения. Здесь все очень просто. Количество элементов подписано внизу. Соответственно, натрия 3 штучки, фосфора 1 штучка, кислорода 4 штучки. 3 штучки натрия плюс 1 штучка фосфора 31 и плюс 4 штучки кислорода. То есть все точно так же мы получаем 69 плюс 31 плюс 64. Равно это 164 грамм на моль. Малярная масса всего соединения. Теперь массовая доля. Массовая доля у нас находится масса элемента в этом случае. То есть масса кислорода. Мы делим на массу соединения. Натри 3, ПО4. В данном случае мы можем использовать малярные массы. Соответственно, мы должны взять все количество кислорода, а их здесь 4. То есть 4 умножить на 16, поделить на 164. Вся эта масса была найдена ранее. И мы получаем точно так же, как в предыдущей задаче, 0,39 или 39%. Значит, еще раз повторю, что задача решается такими же шагами, как простая задачка, которую в состоянии решить ребенок 6 класса. Ничего сложного нет. И следующая задача для закрепления данного материала, чуть посложнее, потому что в химии есть сложные молекулы. Вычислить массовую долю водорода в сульфате аммония. Значит, первое, что мы должны сделать так же, мы должны найти массу всей молекулки. Для этого нам нужны массы каждого элемента. Масса азота из таблички 14. Масса водорода из таблички 1. Масса серы 32. И масса кислорода у нас это 16. Чтобы не запутаться, мы запишем массу всего соединения как сначала сумму всех элементов и потом заменим название элементов на циферки. Значит, входит азот, одна штучка, плюс масса водорода умножить на 4, потому что их здесь 4 штучки, умножить на 2, соответствующая двойка относится ко всей скобочке. Плюс один атом серы и плюс кислород, их 4 атома. Теперь подставляем циферки, сохраняя все знаки. 14 плюс 1 умножить на 4 умножить на 2, плюс 32 и плюс 16 умножить на 4. Получаем 132 грамм на моль. Это масса всей молекулы NH4 дважды SO4. Теперь найдем массовую долю. Массовая доля равна массе всего водорода делим на массу всей молекулы NH4 дважды SO4. Значит, водорода у нас получилось, обратите внимание, здесь один раз мы умножаем его на 4 и еще умножаем его на 2, потому что в формуле четверка относится к водороду и двойка относится тоже к водороду. Тогда мы берем 1, умножаем на 4, умножаем на 2, делим на 132. Получается 8,132. Проверяем себя на калькуляторе в этот раз. Получилось 0,06 или 6%. То есть массовая доля водорода составила в этом соединении 6%. Общая масса 132 грамма на моль. На этом все. Надеюсь, наша встреча была полезной. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо.